МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если спросить у иностранца, какой напиток исконно русский, он наверняка ответит – водка. Верят в это и россияне. Но мало кто знает, что на Руси водки не было и в помине. Придумали её даже не славяне. Современные конспирологи предполагают водку в Россию в недели специально, чтобы споить и погубить народ. Это своего рода биологическое оружие. Тогда кому понадобилось устраивать этот антироссийский водочный заговор? Поэт и лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов может и не воспевать водку в каждой песне, но обращается к этой теме регулярно. А уж рассуждать об этом национальном напитке может бесконечно. Больная тема. Лучше и чище желания нет, чем на***ться прямо с утра. Певец знает, о чём говорит. Сам когда-то пострадал от пагубного пристрастия. Однажды мы с поэтом Александром Бардадымом ушли в штопор дней на восемь. Был апрель, солнышко уже такое ласковое весеннее светило. В общем, нас кружило по Москве очень-очень долго. И закончилось это, как обычно тогда бывало в общаге, вот куда я ушёл сознательно, чтобы не оставаться одному, потому что чувствовал приближение какого-то такого коллапса. Чувствовалось, что черти придут. И пришли. Случилась белая горячка. Степанцова едва вернулись с того света. В общем, черти хохотали. Запел незримый и невидимый в городе третий петух. Ну, я так понял уже про свету, что пора им сваливать. И они свалили. Ну, такой вот у меня был лирий. После приступа белой горячки музыкант Степанцов понял – пора завязывать. И целых шесть лет не употреблял. Даже пиво. Потом мне родилась дочь. Я на радостях. Принял, смотрю, прижилось. Вот так оно опять пошло и поехало. Пьяная, пламяная, я нерважанная. Беленькая. Огненная вода. Зелёный змей. В России водка стала национальным напитком и приобрела десятки имён. Неудивительно, что во всём мире русские ассоциируются в первую очередь с водкой, а потом уже с медведями, гармошкой и красной рубахой. Но историческая правда такова. Водка не имеет к нам никакого отношения. Нация пила полугар – хлебное вино, который по сути своей был как невыдержанный виски односолодовый шотландский, только из ржи. И так это было на протяжении трёхсот лет. В первый виноградный спирт на Русь привезли купцы из Генуи в четырнадцатом веке. Нашим братцам эта огненная вода не понравилась. Потом было ещё несколько попыток. Привить русичам культуру питья не вышло. Одно из первых упоминаний водки, термина «водка» в России в 1680-е годы – это аптекарский указ. То есть что говорит о медицинском предназначении продукта. В таком случае откуда появился миф, что водка – русское изобретение? Есть один миф, очень любопытный, про Дмитрия Ивановича Менделеева, который якобы изобрёл водку. И подавляющая масса населения России думает, что это именно так. На самом деле это совершенно не так. Современные историки доказали, что водку ещё в 13 веке изобрёл испанский алхимик и католический священник Раймунд Лулей. А в Россию её привёз в 17 веке Пётр I. Царь, по всей видимости, не понимал, что вместе с окном в Европу он распахнул двери в страну опасному зелёному змею. Ты не дурак, царь. Вакханалия продолжалась до начала 20 века. Пока на Руси не ввели первый запрет. Такой сухой закон, по сути, был введён в 1914 году. В ресторанах было можно, но там дороже. А в розницу было купить невозможно. Соответственно, через три года революции. После этого с водкой то боролись, то снова разрешали. Расцвело производство алкоголя в середине 50-х, когда советское правительство запланировало в бюджете так называемые «пьяные деньги». Давайте посмотрим, что такое «пьяные деньги» или «пьяные доходы». В СССР производство одной бутылки водки стоило 20 копеек, а продавалась она уже по 3,5 рубля. Так что за счёт водки советский бюджет пополнился на десятки миллиардов рублей. На фоне этих цифр никто не обращал внимания, что народ откровенно спивался, деградировал и умирал. Спасти нацию от спаивания в очередной раз попытался Михаил Горбачёв и подписал легендарный сухой закон 1985 года. В стране резко уменьшилась смертность населения и был установлен исторический рекорд рождаемости. И тут по странному стечению обстоятельств в России снова случился переворот, словно кто-то очень не хотел видеть нас трезвыми. «К радикальным способам Россия прибегала дважды в своей истории, и оба раза это заканчивалось печально. Первый раз революцией 1917 года, второй раз свержением коммунистического строя». В это же время Америка и Саудовская Аравия обвалили цены на нефть. И советский бюджет, уже тогда подсаженный на нефтяную иглу, обнищал. Да и сам Советский Союз развалился. Водка, пришедший к власти Борис Ельцин, отменил госмонополию на алкоголь. В стране, как грибы, начали расти ликёроводочные заводы. Водка стала доминирующим напитком, отчасти потому, что всё остальное было ещё и не очень хорошего качества. Вот. И по цене не соответствовало, потому что, чтобы достичь определённого уровня опьянения, конечно, водка является напитком номер один. Как правильно сказал Андрей Макаревич, не надо обманывать себя, так сказать, водку мы пьём не для вкуса, а для состояния. Борис Ельцин личным примером демонстрировал гражданам культуру питья. Марина Циренина. В 90-е руководила экспертной лабораторией при торговой палате. Вспоминает, что в те годы её коллегам приходилось дегустировать невероятное количество водки. Поток был совершенно невероятный. Без конца. Нам просто эту водку некуда было ставить. Да, это всё было в бутылках. Работали четыре одновременно хроматографической линии на анализ, причём работали круглосуточно. При таком разнообразии и относительной дешевизне народ снова начал катастрофически спиваться. Было много историй неинтересных про домохозяек, которые в отсутствие детей мужа спивались у себя на кухне. А бывали такие истории, что Лимонов просто с Эдичкой отдыхает. Участника группы «Машина времени» Александра Зайцева споили чёрные риэлторы и убили, а его столичную квартиру продали. У актёра Николая Ерёменко после очередного запоя случился инсульт. Актриса Елена Майорова умерла в 39. В состоянии сильного алкогольного опьянения она облила себя бензином и сгорела заживо. Андрей Краско снимал стрессы водкой и умер от инсульта. Одна из последних трагедий – смерть актёра Владислава Галкина. По одной из версий, от регулярных запоев у актёра не выдержало сердце. Спирт – растворитель. И он начинает тупо, механически растворять, вымывать. Прежде всего, определённые тонкие жировые структуры, которые… А что такое мозг? Это большой кусок жира. А что такое нерв? Это провод, который от окружающих тканей изолирован опять-таки жировой изоляцией. И вот начинает развиваться так называемая полинейроэнцефалопатия, а попросту на русском языке, тотальная вот такая вот разгерметизация. Именно поэтому, говорят специалисты, водка – самый опасный алкогольный напиток, потому что она состоит из чистого этилового спирта и воды. Чистый этиловый спирт – самый очищенный яд, потому что он быстрее всего вызывает привыкание. И это привыкание, к сожалению, передаётся генетически. Ещё в Древней Руси знали – пьющая молодёжь – это гибель нации. Этиловый спирт деформирует здоровые яйцеклетки у женщин, а мужчин и вовсе делают импотентами. Раньше ведь в России вообще молодожёнам запрещали пить. И особенно невестам, потому что это сказывалось не просто на репродуктивной способности, а на качестве потомства. Один из органов мишени, на которых токсически действует не только спирт, но и продукты его распада, в первую очередь ацетальдегид, это в том числе половые клетки, в частности, вырабатывающий тестостерон. Поэтому у мужчин систематически, вот уже, так сказать, в серьёзных стадиях алкогольной зависимости, уменьшается выработка тестостерона, и они лишаются мужских признаков. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране, где потребляют больше 8 литров алкоголя в год на душу населения, начинается генетическое вымирание нации. Сейчас наш народ выпивает до 15 литров спирта на душу населения в год. В России от алкоголя умирает каждый пятый мужчина. В таком случае, почему водка продолжает господствовать в России? Конспирологи утверждают, это удобно, а дурманенным водкой народам легко манипулировать. Есть и другая версия, территориальная. Ведь Россия сегодня всё ещё самая большая страна в мире. А чтобы занять землю, надо её освободить от аборигенов. В своё время новые американцы споили индейцев. Так и нас сегодня истребляют спиртом, говорят историки. Споивание нации, это, конечно, это именно оружие, биологическое оружие. В таком случае, кто же этот страшный заговорщик? Кто так изощрённо подсадил нас на водку и ждёт нашего конца? Есть такой человек, который возглавляет один из союзов борьбы с алкоголем, профессор Нужный. Я присутствовал на каких-то дебатах с профессором Нужным, и он там позволял себе антисемитские высказывания. Вот, я вам даже скажу, что, по его мнению, евреи спаивают русский народ. Но я, правда, не понимаю, почему они не спаивают немецкий народ. Всемирно известный русский хирург Фёдор Углов при жизни также заявлял, что нас спаивают целенаправленно. Правда, кивал в сторону США. Врач ссылался на рассекреченный доклад директора ЦРУ Алана Далеса. Ещё в 50-х годах прошлого века тот писал об уничтожении 90% русских, но не военным, а мирным путём. С помощью водки, табака, наркотиков и разврата. Спаивание людей – это проблема во всём мире. И это всё спаивание придумали учёные. Именно учёные придумали все спирт, содержащие эту отраву. С другой стороны, разве в Америке или Европе меньше пьют? В тех же Германии или Франции коренное население вырождается, в том числе из-за алкоголя. Место европейцев занимают выходцы из стран третьего мира. Как правило, мусульмане, которые как раз не пьют. Не позволяет вера. Англики-то бухают побольше нашего. Там проблемы с алкоголизмом очень сильно. Мне одна барышня рассказывала, что было время, когда в Риге в гостиницах висели объявления «Но бритиш, но скотиш». То есть молодые англичане покупали дешёвые туры, алкотуры, значит, в Прибалтику. И чувствовали себя богачами и рок-звёздами. И громили гостиницы, ну, как настоящие рок-звёды. На этом фоне версии о водочном заговоре против России выглядят не слишком убедительно. Не лучше ли искать виноватого в зеркале? Вот пшеница. Основу жизни человека. Во все времена у всех народов. Из неё можно делать отраву, водку химическую, то, что учёные придумали. А можно настоящий хлеб. То, что испокон веку делали люди. И ели его, и наслаждались, и здоровье поправляли. И всё-таки, есть ли выход из порочного круга? Для того, чтобы хоть как-то уменьшить разрушительное влияние алкоголя на организм человека, российский учёный Евгений Маевский изобрёл специальный порошок. Он способствует более быстрому и менее повреждающему печень и энергетический аппарат сжиганию, сгорению, сжиганию до СА2 и H2O, то есть до углекислого газа и воды, этанола. Но любые медицинские препараты помогают отчасти и не всем. К счастью, сегодня в России появляется новое поколение молодёжи, которое чётко осознаёт – алкоголь – это враг. Поэтому и проводятся такие флэш-мобы. Русский значит резвый! Русский значит резвый! Научился бороться с зелёным змеем и любитель горячительных напитков Вадим Степанцов. Когда тебя особо настойчиво предлагают и наливают, нужно говорить завтра. Вот сегодня не будем. Завтра, да. А завтра, как известно, не наступает никогда. Водочный заговор – версия интересная, но, как мне кажется, всё-таки надуманная. Допустим, что вымирание россиян как нации многим будет выгодно. Но вот доказательств целенаправленного спаивания нашего народа нет. Бесспорно другое. Сколько не вводят запретов и ограничений, водка остаётся самым популярным в стране алкоголем.